Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана Петр, живу я в Сан-Диего. Сегодня у меня задача накачать колеса у машины, потому что датчик у нее показывает, что давление упало и нужно их подкачать. Давайте посмотрим, как женщина справляется самостоятельно без помощи мужчин с этой задачей. Вот такой оранжевый значок, разрезанный типа шины, чтобы в ней давление упало. Будем исправлять. Насос, который первый раз вижу, это наше оборудование. Начнем, наверное, с этой стороны. Так, сначала проверим колеса, нужно проверить давление. Проверяем. Самое последнее колесо оказалось давление не 33, а всего лишь даже 20 уже мало. То есть, оно, скорее всего, скоро совсем спустится. Это надо исправить. Начинаем. Какая только из них верная. Все, мы молодцы. Мы справились. Так что, девочки, мы с вами все можем. Если мы останемся в спартанских условиях, главное, надо в себя верить. А сейчас наклеим наклеечку на заднее стекло сюда, на которой написано, что у нас есть так-то, по идее, полная поддержка автомобиля. Даже если на дороге что-то случится, мы можем вызвать ассистента, который будет помогать нам. И это будет все нам бесплатно, по идее. Но так как подкачать колесо, это всего лишь занимает, оказывается, минут 10. Это не так долго, чтобы не вызывать никого, тем более есть насос, можно самим самостоятельно все накачивать, все делать. Вот я взяла, прихватила с собой спиртик. Сейчас мы протрем стекло и наклеим вот такую наклейку. Сейчас покажу вам наклейка, которая говорит, что поддержка у нас 24 часа. Вот, пожалуйста. Хоть что на дороге с тобой случится, можно эвакуатор, хоть что, это все бесплатно. И так, чтобы ее нигде не потерять, нам нужно наклеить вот сюда, на окошечко. В общем, сначала показалось, что они должны куда-то клеиться, да? Вот таким образом отрывались. Зачем-то они так сделаны. Но на самом деле они почему-то не приклеиваются, хотя немножко шероховатые. Знаю, с чем это связано. Может, просто прислонить надо? Прислонить и держать стекло. Оказывается, нужно было так сделать. А и что? А дальше? Они просто убираются от стекла. Ну, в общем, держится не очень, поэтому другой вариант, что нужно было еще вот эту отклеить. Да, она вряд ли начала отрывать. Они еще больше там рвется бумага. Поэтому, я так думаю, будем использовать ее как визитную карточку, просто в визитнице. И все. Не поняла юмора, как их клеить, честно говоря. Тут, кстати, еще сказано, что каждые пять тысяч миль полностью идет проверка, поддержка шестимесячная. Так что, оказывается, всякое осмотр и приводится в хорошее состояние. Вот, driving condition. Ну, для этого случая у нас есть вот такой кармашек. Я вот в прошлый раз показывала. Есть такой кармашек. Очень удобный. Сейчас вот это вот так закрою. Вот тут, я так понимаю, карточки, ну, можно и кредитные, а нежелательно. В общем, какие-то карточки можно здесь держать. Кредитные я, конечно, сюда не положу. А вот эти всяко можно сюда удобно положить. Это у меня карточка, кстати, подарила мне клиентка. Зовут ее Жаклин. Вот она, я и делала балаяш. Она мне подарила карточку на Новый год в Starbucks. Но я еще не использовала. Вот они будут теперь все дружненько здесь вместе лежать. Очень удобный, кстати. Не валяется по салону, а тут раз, тебе быстренько и есть на месте. Ну, что, накачать колеса мы накачали. Изменили давление в колесе. Но оказалось, что в шине инородное тело. Поэтому мы едем в сервис. Сажу теперь в этом помещении и жду, когда в машине. В общем, девочки, не бойтесь делать самостоятельно какие-то новые дела. Пусть даже они для вас кажутся очень страшными или какими-то, ну, что вы можете не справиться. Главное, попробовать. Когда попробуйте и узнаете, что да, у вас получилось, это будет здорово. Классно. Ну, и в конце я хочу вам всем пожелать, чтобы у вас все получалось, чтобы у вашей, главное, не сидите на месте. Вот и все. Делайте что-то своими руками тоже. С вами была Светлана Бетер. Всем желаю мира, добра. И мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»